Приветствую вас. Ну, вообще-то говоря, для того, чтобы решить вашу проблему на уровне хотя бы того, что нужно делать вам, необходимо понять, почему с вашим мужем случилось то, что случилось. Как так произошло? Видите ли, конечно, со мной могут не согласиться мои коллеги, но я думаю и считаю, что человек просто так, в ситуацию, в которую попал ваш муж, не попадет, и это значит, что у вашего мужа есть объективные мотивы, есть объективная мотивация для того, чтобы придерживаться своей линии поведения в данный конкретный момент. И вот это является основным в понимании вопроса причин вашей ситуации. Что-то вашего мужа заставило действовать так, как он действует, что-то вашего мужа заставило прийти к тому, что он пришел и так далее. Ага, значит. И вам важно понять, если вы хотите вот своему мужу помочь, если вы хотите, чтобы он приходил к вам за поддержкой, вам важно понять, что им движет, вам важно понять, что ему не хватает, вашему мужу я имею ввиду, что ему не хватает, что заставляет человека податься туда, куда он податься. И вот если вам станут, грубо говоря, понятно его желание, если вы увидите, почему человек так делал, вы поймете для себя, чего ему не хватает. Если вы поймете, какие у него проблемы, там, неудовлетворенность, может быть, в чем-то, в себе, в жизни, а может быть, неудовлетворенность даже в вас, чем, как говорится, черт не шутит, и так далее, то вы сможете найти тогда необходимые слова для того, чтобы его, то есть вашего супруга, поддержать. И если он увидит, что вы оказываете ему поддержку гораздо лучше, чем в том месте, где он оказался, ну и тогда исчернет объективная необходимость в том, чтобы поддерживать смесь, связь. Вот и все. Понимаете? И если вы можете понять, почему ваш муж стал действовать так, вы можете адекватно скорректировать свое поведение, и скорректировав его, вот появится шанс что-то сделать. Но пока вот это не будет проработано, пока вот это не будет, как бы, выяснено, пока не будет прояснено, что же заставляет вашего мужа придерживаться вот этой вот направленности, нельзя говорить о том, что ему можно помочь. А это нужно разбираться уже, я полагаю, в личной беседе с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи, и верного принятия решения.